Мы продолжаем рассказывать о последних днях Сталинградской битвы, о событиях, которые произошли в этот день 78 лет тому назад. Свои окруженные войска в Сталинграде немцы снабжали через последний оставшийся у них аэродром «Питомник». 21 января 1943 года в ходе боев за этот аэродром у хутора «Новая надежда» ныне Городищинского района беспримерный подвиг свершил экипаж танка КВ-1 19-летнего лейтенанта Алексея Наумова. Более пяти часов танкисты вели ожесточенный бой. Кончились снаряды, патроны. На предложение сдаться ответили отказом. Фашисты облили танк бензином и подожгли его. Погиб весь экипаж. Танкистов похоронили в братской могиле у хутора «Новая надежда». Все они были представлены к званию Героя Советского Союза. Экипаж танка. Командиру Алексею Федоровичу Наумову было 19. Павел Михайлович Смирнов родился 15 декабря 1908. В Астрахани перед войной работал учителем в школе в поселке Кировский Камазиакского района Астраханской области. Преподавал физическую культуру, пение и рисование. Петр Михайлович Нарицын родился 21 декабря 1903 года в деревне Митино Вологодской области. До войны работал в Архангельске заведующим мастерской по изготовлению детских игрушек. В деревне Пожарова Вологодской области после войны ему установили обелиск. Имя героя выбито на одно из плит на монументе славы в городе Великий Устюг. В Архангельске один из проездов к площади мира и вечному огню получил название улицы Нарицына. На доме номер 60 установили мемориальную доску. Николай Алексеевич Вялых родился в 1918-м в селе Панери в Курской области. До войны работал в Скороднянском отделении Госбанка Губкинского района Белгородской области. В этом селе после войны именем героя назвали улицу, установили памятник и мемориальную доску. Его имя выбито на стеле на аллее героев в Волгограде. Перед последним боем состав экипажа был включен заряжающим Феодосий Григорьевич Ганус. Родился в 1912 году в селе Синокосное, ныне Акмолинской области Северного Казахстана. С 1933 года участвовал в строительстве Новолипецкого металлургического комбината. После войны была изготовлена копия медалей и вместе с наградной книжкой ее передали в музей Панорама «Сталинградская битва». У проходной Новолипецкого металлургического комбината Феодосию Ганусу установили памятник. Его именем назвали среднюю школу номер 72 в Липецке. Семь членам огненного экипажа КВ-1 на Маваевом кургане установили мемориальные плиты. На месте гибели экипажа рядом с хутором «Новая надежда» Городичинского района установили монумент. Надпись на памятнике «Великие подвиги ваши бессмертны! Слава о вас переживет века!»